Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня выпуски. Ульяновские закупки медикаментов переводят в цифру, тестируют на онкодиспансере. Днем отдыхали, по ночам воровали. Туристы украли в Ульяновске 8 велосипедов. Начинающим фермерам и кооператорам из Ульяновской области помогут деньгами. В Ульяновской области примут закон об экологическом аудите. 8 жителей Засвияжского района написали заявление в полицию о краже велосипедов. Транспортные средства, как выяснилось, ульяновцы оставляли на ночь в подъездах домов, а утром не находили. Сотрудники уголовного розыска задержали 32- и 31-летнего безработных из Свердловской области. Мужчины пояснили, что по своим делам, передвигаясь автостопом, следовали в город Волгоград. В дороге у них закончились денежные средства, а молодые люди решили подзаработать в Ульяновске на кражах. Днем злоумышленники отдыхали в палатке на окраине города, а по ночам из подъездов домов похищали велосипеды. Мужчины арестованы. В Ульяновской области примут закон об экологическом аудите. Документ планируют разработать в середине августа. Проект вяжет инвесторов поддержать экологическое благополучие региона. Подготовку документа губернатор Сергей Морозов обсудил на встрече с министром природы и цикличной экономики Дмитрием Федоровым и его замом Гульнарой Рахматулиной. В рамках регуляторной гильотины мы переходим на проектный принцип надзора в части экологического законодательства. Он будет заключаться именно в отраслевых проверках в части проверок в зоне атмосферного воздуха. При этом инспекторы будут выходить к нарушителям природоохранного законодательства с предупреждениями. Если недобросовестные предприниматели продолжат наносить вред окружающей среде, к ним будут применены жесткие меры, крупные штрафы и приостановление деятельности до 90 суток. В феврале команда регионального правительства во главе с губернатором Сергеем Морозовым провела большую работу в Совете Федерации в рамках дней Ульяновской области. На профильных комитетах разбирались предложения региона по его социально-экономическому развитию. По итогам было принято постановление по поддержке проектов Ульяновской области общим объемом 50 миллиардов рублей. Эти средства региону могут быть выделены в течение четырех ближайших лет. Накануне руководители отраслевых ведомств обсудили вопросы исполнения дорожных карт по реализации постановления. В региональном правительстве прошло совещание по ходу реализации государственной поддержки социально-экономического развития Ульяновской области в рамках соответствующего постановления Совета Федерации. Беспрецедентное решение, которое Совет Федерации принял. Сумма, я еще раз напоминаю, которая звучала неоднократно на протяжении нескольких дней, а потом еще и нескольких даже месяцев, ну просто запредельная. 50 миллиардов рублей, которые Совет Федерации принял решение выделить в Ульяновской области при... И вот сейчас мы об этом поговорим. Так, документ содержит рекомендации федеральному правительству об оказании региону дополнительной финансовой помощи по ряду проектов. В приоритете значится строительство инфекционного корпуса областной детской клинической больницы и нового здания лечебно-диагностического корпуса в областном клиническом онкологическом диспансере. Кроме этого, деньги направят на возведение новых школ и детского сада в Димитровграде, на Воспасском районе, строительство развязки президентского моста в Заворской части Ульяновска и объездной дороги Димитровграда. Из федеральных средств также профинансируют масштабные проекты по строительству очистных сооружений, рекультивации несанкционированных свалок и противооползневых работ. Поэтому нужны проекты санкционированной документации главные, подтверждающие документы, экспертные документы, если речь идет о капитальных расходах. Если вопрос содержательного характера, по ним тоже быстрая реакция, быстрая информация с тем, чтобы я успел включиться. Поддержка беспрецедентная, поэтому к документу будет такое же внимательное отношение, как к нацпроектам. Председатель областного правительства Александр Смекалин отметил, что необходимо учесть все сроки подготовки сопроводительных документов и еще раз проинспектировать все дорожные карты по соответствующим проектам. Постоянно работая с этим документом, понимаю одно, что он стал одним из наших программных документов, которые объединил в себе, так скажем, на не стратегический, но тактический период времени деятельности, объединил в себя практически все проекты развития территории, которые мы развиваем совместно с федеральным центром. Системная работа выстроена на ближайшие три года. Глава региона высоко оценил результаты работы группы проектных офисов по каждому из направлений, однако добавил, что некоторые вопросы все же требуют серьезной доработки. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. С 1 июля в Ульяновской области стартовала неделя национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Индивидуальная предпринимательская инициатива». Мероприятие уже проходит во всех районах области. Среди них встречи с бизнесом, Дни открытых дверей, в Центрах развития предпринимательства, профориентационные туры на предприятиях со школьниками. Губернаторы и члены правительства проводят встречи с бизнесом, осматривают предприятия, оценивают, как реализация национального проекта поможет им в развитии, ведь развитый бизнес означает богатый регион. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и «Индивидуальная предпринимательская инициатива» разработаны пять региональных проектов. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение условий введения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам и создание системы поддержки фермеров развития сельской кооперации. Вчера губернатор Сергей Морозов посетил предприятие, которым была оказана поддержка. Сферы их деятельности абсолютно разные, от технического производства до кулинарии. В домашней кухне от Арнольдовны глава региона попробовал пельмени. Продукция пользуется спросом у населения. Бизнес приносит прибыль и налоги в бюджет. Ну да, у нас ежедневное меню такое есть и банкетное, чтобы люди могли у себя дома тоже устроить, ну красивый стол сделать, организовать. То есть это мы все продаем в замороженном виде, и людям нужно только до готовности довести. Поддержать предпринимателей финансово задача непростая. Управиться за неделю сложно. Дело не только, собственно, в деньгах. Сегодня день посвящен одному из федеральных проектов в составе национального проекта. Это расширение доступа к финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства. Не случайно мы его проводим в одном из кредитных учреждений, партнеров этой программы. Кредитовать бизнес не так просто. Кредитовать без залога сложно, но малому предпринимателю заложить нечего. Беззалоговый кредит – это отсутствие гарантий и высокий процент. Казалось бы, на первый взгляд банки просто не хотят давать, а бизнес брать. Однако не все так мрачно. За первое полугодие правительство и банки поддержали пять проектов промышленных предприятий на сумму более 50 миллионов рублей. В 2019 году планируется докапитализировать региональный фонд поддержки предпринимателей на сумму еще в 50 миллионов с тем, чтобы довести к 2021 году капитализацию до 300 миллионов рублей. Всего же за все время существования фонда профинансирован 651 проект на сумму почти в 2 миллиарда. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улл Правды ТВ. В национальный проект ходят программы, способствующие развитию и поддержке фермеров. Об этом рассказали на тематическом брифинге в Министерстве агропромышленного комплекса. Обсудили основные вопросы и положения федерального проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации. В понедельник на аппаратном совещании глава региона Сергей Морозов дал старт тематической недели, посвященной нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Частью программы является федеральный проект создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Суть его заключается в том, что федеральная поддержка будет оказываться по трем направлениям. Грантовая поддержка крестьянских фермерских хозяйств, субсидии на создание развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также субсидии на поддержку центров компетенции в сфере сельскохозяйственных кооперации. Задачу, которую ставит сегодня президент России и губернатор Ульяновской области – создать благоприятные условия для развития малых форм хозяйственных на селе через различные инструменты. В Ульяновской области работа в этом направлении велась с 2010 года в рамках областной целевой программы. В 2016 году был принят закон о кооперации, нацеленной на поддержку малых форм хозяйствования на селе через развитие сельхозкооперации. В 2019 году нацпроект расширил возможности поддержки начинающих фермеров и образовавшихся кооперативов. Сегодня федеральные областные деньги выделяют на составление проектно-сметной документации, покупку сельхозтехники, животных и многое другое. Цифры внушительные. Только в этом году из федерального бюджета будет выделено 78,5 миллионов рублей и почти 6 миллионов из областного. Если взять федеральный уровень, то задачка, которую поставил президент России, это не менее 126 тысяч сельских граждан, то есть именно вот столько должно возникнуть или образоваться вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в целом по России. У нас в Ульяновской области эта цифра на всю реализацию проекта это 1636 единиц. То есть я пояснила, что имеется в виду до этой фермеры, кооперативы и личные подсобные хозяйства. Главная задача федерального проекта сократить отток населения сельской местности. Заинтересованному человеку через различные инструменты помогают создать личное подсобное хозяйство. Далее крепкие ЛПХ стимулируют регистрироваться фермерские хозяйства, а уже тех призывают объединяться в кооперативы. Полное информационное сопровождение оказывает центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. В целом поднимается, увеличивается производство именно в районе, следовательно и в области, следовательно все от этого только выиграют. И не только фермеры, но и районная власть, и естественно областная. То есть это дополнительное начисление налогов, дополнительные рабочие места, выплаты НДФ и так далее. Еще рано говорить о результатах, но первые итоги можно подвести уже сегодня. Только за первый квартал 2019 года 244 предпринимателя вовлечены в агропромышленную сферу, а 162 человека принято в кооперативы. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Вместо сотни журналов одна электронная картотека. Областной онкологический диспансер закупает лекарства через специальную программу. Пока что проходит испытание новой системы. Чем может помочь цифра нашей медицине, расскажет Виктория Черкова. Не допустить коррупции и ошибок в расчетах. Для того, чтобы медучреждения эффективно и прозрачно пополняли запасы лекарств, создали цифровую программу. Областной онкологический диспансер стал первопроходцем. Представитель компании-разработчика доступно объяснил, зачем нужна автоматизация в сфере здравоохранения. В данный момент мы реализовали в прошлом году проект, который позволяет на основе тех данных, которые хранятся в системе, рассчитывать потребность лекарственных средств на следующий год и таким образом обеспечивать, чтобы закупки лекарственных средств были наиболее эффективны, чтобы наше население не оставалось без необходимых ему лекарственных препаратов, но в то же время не перерасходовались деньги в бюджет. С марта этого года сотрудники диспансера заказывают медикаменты в электронном виде. Пока весь процесс проходит в тестовом режиме, но провизоры уже успели почувствовать разницу между удобной программой и множеством рукописных журналов. Во-первых, это ускорение самого процесса закупок и ускорение получения лекарственных препаратов в нашей аптеке, в нашем лечебном учреждении. То есть, проходит быстро согласование, часть бумажной работы исключается. Просто чисто время, экономия времени. Учреждение посетил Александр Смекалин. В аптеке диспансера ему продемонстрировали, как с помощью программы оформляют заказ. По мнению председателя правительства, цифровизация успешно приживается, но систему необходимо довести до ума. Сейчас уже обсуждая и испытывая в пилотном виде этот программный продукт, возникли дополнительные идеи, каким образом можно сократить счет сроки согласования, согласительных процедур, каким образом можно уйти от бумажных носителей и каким образом можно улучшить контроль за, соответственно, и лимитами закупок, и за стоимостью. Улучшенная версия программы закупок заработает в первые месяцы 2020 года. Вслед за диспансером автоматизируются другие медицинские учреждения. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Уллправды.ТВ. Завтра в регионе ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 24 градусов тепла. Ветер западный до 13 метров в секунду. Это все новости на вторник. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале уллправды.ру. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин